Экономика всюду. ДВЖД публикует результаты погрузки в январе. Она выросла на четверть по сравнению с январем 2020-го за счет каменного угля, леса и цемента. Цистерны с нефтью и нефтепродуктами оказались в группе с отрицательной динамикой. Со строительными грузами, где падение резкое, с железной и марганцевой рудой, где чуть меньше, чем обычно, и более чем на 13,5% упала погрузка нефти и нефтепродуктов в январе. В декабре она тоже была существенно ниже предыдущих результатов, на 11 с лишним процентов, а в сентябре только на 3. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК Минэнерго, в декабре поставки бензина на внутренний рынок снизились. Запасы на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах сократились без малого на 4%. При этом в декабре обычный предновогодний спрос автомобилистов, а в январе повышенный спрос со стороны мелкооптового рынка. Отрасль знала, что с февраля повысится пошлина и готовилась. Продали, видимо, максимально возможное количество топлива, а тут компрессор сломался и склад пустой. Цинизм или недальновидность? Вопрос пока без ответа. Участок, функционирующий как исправительный центр для осужденных к принудительным работам, открылся в Хабаровске. Он рассчитан на 47 человек. Мужчины и женщины будут жить на разных его этажах. Сроки отбывания наказаний от двух месяцев до пяти лет. Работать осужденных отправят на городские предприятия, стройки, ремонты, благоустройство общественных территорий и разнорабочими. За труд осужденным полагается зарплата, но не вся. На руки только 25%. Остальное на погашение исков, а также на оплату коммунальных услуг из правительного центра. Первые осужденные в Хабаровский центр уже прибыли. Шесть человек и в ближайшее время им найдут работу. Как вид наказания, принудительные работы появились недавно, в 2017 году. Вовсе не считают, что принудительные работы помогают снизить государственные расходы на содержание осужденных, получить прибыль от их трудовой деятельности, а также позволяют привлекать трудовые резервы к принудительным работам в развивающихся сферах экономики. Например, освоение сельскохозяйственных территорий и переработка твердых бытовых отходов. На сей момент в Хабаровском крае действуют два исправительных центра. Первый был открыт в 2019 году в Комсомольске-на-Амуре. Экономика всюду. Следим и участвуем. Комсомольске-на-Амуре.